Друзья, нас ежедневно смотрят более тысячи человек. Давайте поставим рекорд по количеству лайков. Ведь чем больше лайков, тем лучше видео продвигается. Вам не сложно, а нам полезно. Давай вот прям сейчас, давай, тыкай, тыкай лайк, тыкай. А еще не забудь подписаться. Раритетный невзаимозаменяемый токен продали за 762 тысячи долларов. Против Ripple подали новый коллективный иск. Ротшильд Инвестментс увеличила вложение в биткоин. Reddit объявила о партнерстве с Ethereum Foundation. Власти Абхазии предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг. Вы на канале Виталия Жукова. Ньюсблок. Одного из девяти панк-инопланетян, выпущенных в 2017 году в виде невзаимозаменяемых токенов NFT, купили за 605 эфира. Это около 762 тысяч долларов на момент сделки. Покупателем выставленного на продажу в субботу 23 января стала децентрализованная автономная организация DAO по инвестированию в коллекционные цифровые предметы Flamingo DAO. Ее представитель Приенк Одиссай сообщила, что на сегодня это самая дорогая покупка коллектива. Она насчитывает около 40 членов. Совокупный капитал сообщества составляет 4800 эфира. Решение о покупке участники Flamingo DAO согласовали в течение 25 минут, отметил Одиссай. Приобретенный организацией токен CryptoPunk последний раз был продан в июле 2017 года за 8 эфира или 2127 долларов. Люди рассматривают его как предмет коллекционирования, который имеет большое значение в истории нефти, сказал Одиссай. Всего существует 9 инопланетных панков, созданных задолго до известных CryptoKitties. Сайт, который ежедневно посещает свыше 50 миллионов пользователей, начал сотрудничество с блокчейн-проектом, чтобы довести его до масштаба в деятельности Reddit. Портал Reddit объявил о сотрудничестве с организацией Ethereum Foundation. Вместе они займутся поиском решений по масштабированию блокчейна. Разработанная в рамках этого партнерства технология будет находиться в открытом доступе, чтобы ее мог использовать каждый. На данном этапе сотрудничества мы постараемся довести Ethereum до масштаба в деятельности Reddit. Этим займется наша криптокоманда. Мы нанимаем бэкэнд-разработчиков, которые хотят создать децентрализованный интернет, говорится в объявлении площадки. Ее представитель подчеркнул, что инициатива направлена на продвижение в масштабировании и разработке технологий, которые необходимы для запуска крупных приложений, таких как Community Points, на базе Ethereum. Программа была запущена в прошлом году. Reddit ежедневно посещает свыше 50 миллионов пользователей. Объявление о сотрудничестве с Ethereum Foundation стало еще одним позитивным фактором для криптовалюты. Друзья, а спонсор видео – салон интересных картин ручной работы «Жуков». Да-да, это салон Виталия Жукова. И если вы не знали, у Виталия помимо направления в сфере криптовалют, есть еще несколько бизнесов. И об одном из них сейчас вкратце вам расскажу. В салоне вы сможете подобрать или заказать себе картины в авторской стилистике, которые будут прекрасным дизайнерским решением в вашем доме. Также это прекрасный нетривиальный подарок. Только за 2020 год более чем в 100 домах России и зарубежья появились картины бренда «Жуков». Только положительные отзывы о качестве картин от довольных клиентов. И это неудивительно, так как у Виталия своя студия производства, своя стилистика, ассортимент на любой кошелек, возможность изготовления картин размером до полутора метров по высоте и ширине, под лаком или под эпоксидной смолой. В описании есть ссылка на инстаграм салона. Либо можете связаться с менеджером по телефону, который также найдете в описании. Салон находится в городе Москва. Возможность доставки по всему миру. Корпорация Ротшильд Инвестмент инвестировала в главный цифровой актив через фонд Grayscale. Она впервые приобрела криптовалюту в 2017 году. Чикагская инвестиционная корпорация Ротшильд Инвестмент увеличила свою позицию в биткоине. Фирма инвестировала в первую криптовалюту через Grayscale. С октября объем вложенных в биткоин средств инвесткомпании увеличился на 24% и теперь составляет около 1 миллиона долларов, передает CoinDesk. На прошлой неделе стало известно, что криптовалютой заинтересовался другой крупный игрок – компания BlackRock. Крупнейшая инвесткомпания мира, чьи фонды управляют активами на 9 триллионов долларов. Она уведомила комиссию по ценным бумагам биржам США SEC о том, что два ее фонда рассматривают возможность торговли фьючерсами на биткоин. Президент Абхазии Аслан Бжанея направил в парламент пакет законопроектов об ужесточении ответственности за незаконное подключение майнинговых ферм. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Это будут беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации оборудования и привлечения к уголовной ответственности. Предложенные меры должны предотвратить повторное подключение майнеров к сети. Сейчас в республике продолжаются рейды для снижения суточного потребления электроэнергии. По словам генерального директора Черноморэнерго Михаила Логуа, за два дня сотрудники милиции отключили оборудование мощностью свыше 50 мегаватт. На прошлой неделе энергопотребление достигало рекордных 11 миллионов киловатт. Сейчас она падает ежедневно. Из-за энергоемкого майнинга Абхазия оказалась на грани кризиса. Республике не хватает электроэнергии для обеспечения растущих потребностей населения и экономики. Житель Флориды подал коллективный иск против Ripple Labs и SEO-компании Брэда Гарлинхауса, которым обвинил их в нарушении законодательства штата о ценных бумагах и незаконном обогащении. По мнению Тайлера Туми, ответчики знали, что токен XRP является ценной бумагой, но вводили инвесторов в заблуждение ложными заявлениями. Истец отметил, что Ripple не зарегистрировалась в управлении финансового регулирования Флориды перед продажей токена жителям штата. Туми считает, что объем продаж составил миллионы долларов, а ответчики получили незаконную прибыль. Сам он приобрел 135 XRP в ноябре 2020 года за 97 долларов. В декабре Туми продал токены двумя партиями, получив убыток в размере 48 долларов или почти 50%. Инвестор добивается возмещения убытков и судебных расходов, и присуждения им соответствующих штрафов и запрета на дальнейшую деятельность. Друзья, спасибо большое за просмотр. Оставляйте свои соображения в комментариях, подписывайтесь на канал и до встречи. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова